Всем привет! С вами Ольга Дуброва. Сегодня вашему вниманию топ красивоцветущих кустарников. Трудно выбрать топ, потому что у каждого свой топ. Кому-то нравится цвет, кому-то нравится форма, кому-то нравятся листва, плоды. Я отталкивалась от таких принципов, чтобы цветение было как минимум 2 месяца, чтобы было красивое листво, но и в наше время просто быть красивым это как-то непозволительная роскошь, поэтому чтобы были съедобные плоды, кроме того, что красивые, а если не красивые, то все равно, чтобы они были, вернее, если не съедобные, то чтобы они хотя бы красивые были, эти плоды. Ну и чтобы листва было достаточно красивое, либо стебли были какой-то оригинальной окраски, ну и чтобы они были непритязательные в уходе и зимостойкие. Вот исходя из таких критериев, я предлагаю вам свой набор. Приступаем. Значит, на первое место я поставила калину. Сколько бы не менялась мода, сколько не было бы завозных различных новинок из Европы и прочих уголков мира, калина всегда остается в наших садах, потому что это стихи песни, это плоды. И это калина, я говорю про калину обыкновенную, но кроме калины обыкновенной и ее многочисленных сортов, есть еще калина, которая называется будданэш, а это значит снежный шар. Сначала она имеет зелено-белую окраску, затем меняет на белую-зеленую, а затем распускаются огромные шапки белых соцветий, которые настолько тяжелые, что ветки просто нагибаются до земли. И вот это безумное красивое зрелище покоряет, конечно, наши сердца, и мы несем ее к нам в сад. Очень интересная калина саржента, потому что необычное соцветие по радиусу белые цветочки, а внутри заполнена мельчайшими такими бутончиками, и затем они распускаются, и получается снова же пышное цветение. И листва у нее очень красивые, и меняет к осени окраску на насыщенно багряную. Вот калина растения, которая и во время цветения, и без цветения, она всегда красивая. Ну и, конечно же, плоды. Плоды очень красиво выглядят осенью, когда уже цветения нету. Плоды очень у калины ценные, имеют лекарственные свойства. Можно делать даже джемы, сиропы, ну а можно сделать настойку, в которой сохранятся все полезные свойства, только надо, конечно, дозированно ее употреблять. Следующее растение всем знакомое, это барбарис, барбарис тумберга. Ну, это вообще просто уникальное растение, потому что, снова же, в зависимости от сорта, невероятной окраски листвы, это от золотисто-желтой, зеленые, окаймленные, бортовые, пурпурные, которые меняют окраску к концу августа месяца, просто невероятные цвета. И когда подберешь сорта различной высоты, потому что высота может быть от 40 сантиметров, и раскидистые огромные кусты с поникающими ветвями, и прямо стоячие, прямо такие колонновидные, и подобрав разные сорта, мы просто как будто бы погрузимся на коралловом рифе, такая палитра будет. Барбарис очень любят ландшафтные дизайнеры, потому что он хорошо поддается стрижке, если понадобилось у некоторых сорта, и сами замечательно держат оригинальную форму, полусферическую, либо, как я уже говорила, такую пирамидальную. Барбарис тоже ценное растение, оно обладает узаконенными лекарственными свойствами, снова же можно собирать у некоторых сортов плоды, они достаточно крупные и долго сохраняются на растении, и красиво выглядят, тоже разные краски. Следующее растение айва японская, привычное нам растение, и может кто-то посчитает, что оно такое сильно раскидистое, нерашливое, но очень много сортов, и кроме обычной окраски, такой ярко-лососевой, есть сорта с более бледными окрасками, и красными цветочками, и цветение айвы в мае месяце, когда еще зелени на самом кустике нету, и очень выглядит замечательно, вот эти россыпи огоньков, трудно от нее отказаться. Из айвы тоже можно делать, нет, настойку не надо делать уже, потому что слишком кислая будет, невкусная, ну а вот различные варенья, или просто нарезать ее, посадить мужчину, чтобы он нарезал, потому что плоды очень твердые, достать семенные коробочки, и извлечь все это в сторону, нарезать на ломтики, залить медом, и это будет такая добавка, ну почему не белорусский лимон, или вообще очень такая грамотная замена дорогого лимона. Следующее растение вам предлагаю, то, что называется шиповником, ну и по-разному называют, но это все видовые розы. Шиповник морщинистый, с крупными плодами, мясистые плоды, внутри много семян, которые обрамлены шерстинками. Все это очищаем, и тоже можно сделать какие-то заготовки, либо просто высушить. Роза морщинистая, или роза ругоза, потому что листик у нее такой немножко портляканный, цветет длительное время. Начинается цветение в мае месяце, и заканчивается оно, ну не знаю, может вообще не заканчивается, конечно, оно будет не такое активное, как в августе, в сентябре месяце, но цветочки будут постоянно находиться на вашем кустике. И затем по осени зеленый цвет меняется на золотисто-желтый, и очень красиво смотрится это в саду, или где-то в пейзаже. Такой золотистый цвет, он очень оживляет, и смотрится невероятно нарядно, когда вокруг все уже такое поблегшее, и серо-коричневое. Если вовремя ее обрезать, то в принципе мы можем ее удерживать, потому что корневая поросль очень активная. Ну и периодически омолаживать, как и обычную розу. Еще очень интересная роза, сизая, с удлиненными плодами, светло-красного цвета. Плоды тоже можно употреблять в пищу, как витаминное средство, но сам куст уже он очень красивый, мелкие листочки, немножко такие сизоватые. Тенденция современных ландшафтных дизайнеров заключается в том, что они сейчас активно применяют шиповники, не только шиповники, но и другие кустарники, у которых декоративные плоды, кроме того, что они, естественно, цветут. Так вот, кто захочет на этой теме немножко так углубиться, то предлагаю найти шиповники с необычной окраской плодов, которые будут радовать глаз по осени. Это может быть насыщенная лиловая окраска и практически черная и различная форма от мелких в диаметре миллиметров 7-8 до крупных удлиненных, которые просто вот необычно смотрятся и очень любопытные на вкус, если попробовать. Следующий кустарник хочу вам предложить, это давно он уже тоже в культуре, это лобчатка. Лобчатка кустарниковая, если раньше окраска цветка была известна только такая нежная, желтенькая, то сейчас многочисленные сорта. Мне нравится сорт у меня растет кобальт, это, пожалуй, один из самых низкорослых, его высота всего лишь 50 сантиметров, по крайней мере, у меня. И необычная окраска, которая так и называется игриво, манго-танго, потому что окраска самого цветка, она такая лососево-оранжевая, похожа на манго. Лобчатка хороша тем, что она цветет практически в сезон непрерывно, начиная с июня месяца и кончая сентябрем, началом октября. Растение вообще неприхотливое, морозостойкое, родом оно с Дальнего Востока, Китай, Япония, поэтому оно такое стойкое и в средней полосе, я думаю, где-то более в северных регионах. Ну и снова же листва ажурная, очень декоративно смотрится. Можно тоже подрезать различные формы сорта, кусты, и можно подрезать, если вам не угодно, она вполне это хорошо переносит. Следующее растение, вы скажете, зачем вы предлагаете, оно плохо зимует, это будлея Давида. Ну, я вам скажу, что все равно она цветет на побегах текущего года, поэтому нет большой беды в том, что что-то отмерзнет. Если кустик у вас вырос большой, то можно обрезать побеги на две трети, немножко припорошить, укрыть, это не так уж и трудно, но зато, какие у нее соцветия, это же просто сказка. Цветоносы достигают, не цветоносы, а соцветия достигают длины 40 сантиметров, и вот эти вот такие вот колбаски, они тоже радуют глаз, как мне удивительно, до самой поздней осени, и только иногда первые морозы, где-нибудь там в сентябре, начале октября, в Беларуси, немножко уже поджигают эти соцветия. А так выглядит она просто замечательная и необыкновенная, и проста, и неприхотливая, в уходе, растет на любой почве. Следующее растение берючина, так себе скажется, кустарник, но тоже цветет она красиво, цветоносы, ее соцветия, извиняюсь, порядка 8 сантиметров, из мельчайших цветочков, такого приятного молочно-сливочного цвета, очень душистые, и привлекают, конечно же, в ваш сад различных опылителей, и пчелки, и бабочки, все там будут у вас в саду. Беларуси, берючина хорошо поддается обрезке, из нее можно формировать изгороди, такие красивые, ну и затем у нее после цветения образуются красивые плодики, которые с успехом разносятся птицами, поедаются и выскакивают в различных местах. Берючина хороша еще тем, что она исключительно морозоустойчива и исключительно неприхотлива. Дерен белый тоже так себе цветение, но современные сорта отличаются красивой окраской листвы, есть даже варегатная окраска листьев компактного роста, хотя сам по себе дерен он достаточно сильного роста и красивые побеги, красные побеги бордового цвета и эти побеги, когда у вас уже будет настоящий кустик там спустя 4-5 лет, их можно использовать для различных подделок. Очень пластичные они, можно сгибать и делать и веночки, и ставить просто вазу, и можно делать елочки символические к Новому году, сохраняют свою окраску в высушенном виде, поэтому такого многофункционального использования. И дерен порадует тем, что он цветет в мае, а потом повторное цветение у него наблюдается в августе месяце. Ну и на закуску чтобы не пугались, что это вот если красиво цветет, то значит очень такой пристальный должен быть уход. Керия японская удивительнейшие растения, тонкие поникающие побеги, но соцветия на ней шарики густомахровые, среднемахровые. И цветение тоже длительное до октября месяца. Иногда она немножко подмерзает, но в целом она неприхотлива к условиям роста и к почвам. Можно даже и не подкармливать, и все будет замечательно. Ну вот такой набор мне кажется можно выбрать на свой вкус, подобрать какой-то ассортимент и воплотить у себя на участке. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!